Можно начинать анализ с определения влажности в пылевых условиях. Мы, получается, зерно собрали? Да, да. Весы на гранитном столе. Трогать их нельзя. Качество нашей работы улучшится, я считаю. Друзья, мы приехали сегодня в Немчиновку. Это предприятие, которое занимается селекцией, выводом сортов семян. Скоро они переезжают в Сколково. Сегодня мы с ними пообщаемся, посмотрим лабораторию, поговорим про сорта, про семена, а также детально посмотрим, что у них есть. Ну, это прям реально крутые лаборатории, которых, скорее всего, таких очень мало в России. Поехали! Ольга Викторовна, давайте познакомимся. Вы являетесь сотрудником Немчиновки. Да. Вы занимаетесь непосредственно лабораторными исследованиями, правильно? Да. Я так понимаю, заведующая лабораторией. Да, я заведующая лабораторией семеноведения сертификации семян. Мы занимаемся определением пассивных качеств семян на соответствие требованиям ГОСТ 52.325.2005. Вот вчера мы были у вас в институте, смотрели ваше старое здание, вот вы сейчас переезжаете в Сколково в ближайшее время. У вас суперсовременное оборудование, суперсовременная лаборатория. Давайте коротко пройдемся, да, вот что у нас есть что. Потому что то, что видели мы вчера, это там, ну, уже металлолом, грубо говоря. Можно начинать анализ с определения влажности в пылевых условиях, когда зерно только убрано. Мы уже сразу можем определить влажность вот этим прибором. Типа вали, что ли, да? То есть, как бы, ну, мы, получается, зерно собрали сюда положение влажности? Да, да, да. Оно туда резко опускается, и на дисплее высвечивается влажность. Но это просто для предварительного определения влажности. Затем, когда зерно поступает к нам на анализ, мы проводим анализ, в результате которого мы тоже определяем влажность, но уже в лабораторных условиях. Мельница пертен для размола зерна. Здесь мы размалываем зерно, прежде чем определяем влажность. Затем мы его помещаем в бюксы и определяем влажность вот в этом современном приборе, который называется биндер. Он определять, если мы сюда засунули или... Мы размалываем, взвешиваем, помещаем в бюксы. Бюксы хранятся в оксикаторе, в который насыпается силикогель, для того, чтобы никакие побочные эффекты не... Не повлияли на анализ. А вы сейчас закупили современное оборудование. Ваша работа как-то упростится, или, может быть, качество данных улучшится? Да, конечно, наша работа упростится. В этом приборе намного проще определять, чем в том приборе, который был раньше у нас. И мельница просто изумительная. Размол здесь тоже очень легко делать. Качество нашей работы улучшится, я считаю. То есть было до этого до одного знака после запятой? Нет, знаки после запятой нет, на это не повлияет. Просто эта работа будет делать комфортнее, удобнее и, естественно, в современных приборах. Не будем задерживаться прям сильно. Это у нас что такое? Это сито. У нас в лаборатории мы производим анализ не только зерновых, но и зернобобовых. И для каждой культуры, прежде чем проводить анализы, проба просевается. И для каждой культуры свои деления. То есть для более крупных семян круглые отверстия. Это для зернобобовых. Это некая калибровка. Для гороха, да-да-да. И для зерновых, соответственно, вот такого плана сито. Это вот на 17 миллиметров, ну и так далее. А это что у нас? Это счетчик семян, кантадор. А, вот вы вчера считали ручками? Я вручную считала массу тысячи семян. То есть мы отсчитываем по 500 семян, две навески. Это кисточка для того, чтобы чистить здесь пространство, чтобы от лишних оставшихся зерен. Понятно. Да. То есть это, я думаю, сильно упростит вашу работу. Это тоже очень хороший прибор. Да, ну и также мы определяем массу тысячи семян не только для анализа, для сертификации. Также мы определяем массу тысячи семян просто для нужд лабораторий разных. То есть все лаборатории мы обслуживаем, которые в нашем институте. Если они просят, то мы им можем спокойно определить массу тысячи семян. Например, азимы, когда азиму убирают и срочно, через месяц ее уже нужно сеять, сроки до 15 сентября, то очень быстро нужно делать анализ семян. И вот этот прибор, например, нам поможет помочь лаборатории, например, азимы пшениц. Засыпали, ты считали. Ну и также для себя. Это тоже весы, да? Весы на гранитном столе, трогать их нельзя. Они, короче, поверены. Они калиброваны, поверены. Да, и специальный гранитный стол, чтобы исключить различные колебания, вибрации на полу. Там что у нас? Пройдемся? Сюда мы помещаем семена в растилях, устанавливаем температуру определенную, например, для зерновых культур это 20 градусов. Термостаты необходимы для определения всхожести семян. Мы сюда помещаем семена, которые... Перебью. Это аналог того ящика металлического, который мы видели вчера в нем. Да, термостаты бывают разные. Да, совершенно верно. Вот такой тип термостата. Это тоже термостат. Он вообще похож на холодильник, но это термостат. Да, я тоже сам хотел сказать. Здесь устанавливается температура 20-30 градусов, пожалуйста, любая, которая нормируется гостом. Это холодильник, в который мы можем снять в период покоя. В который мы можем засохнуть. Он немножко еще, да, не распакован. Если нам нужно узнать всхожесть семян сразу после уборки, например, яровых, семена находятся в состоянии покоя. И для того, чтобы узнать всхожесть, не прибегая к анализу на жизнеспособность, мы можем снять вот этот период покоя, помещая их в холодильник. А затем уже раскладываем в рулоны и помещаем в термостат перед 20 градусов проворащивания. Мы находимся сейчас в комнате для выделения ДНК. Вот этот станок, он это и делает. Это робот гамильтоновский для получения нашей экстракции ДНК. В лаборатории у нас называется генетики и преобридинга. Мы занимаемся идентификацией генов устойчивости к болезням, устойчивости к буроржавчине, стеблевой ржавчине, к мышечной старости. Идентификацией новых генов устойчивости. Также пирамидированием генов устойчивости к болезням. У нас в лаборатории есть коллекция, называется «Арсенал», где-то 200-300 образцов с новыми и известными генами устойчивости. Мы идентифицируем также гены в других образцах, на других сортах, линиях и так далее. Еще у нас задача стоит пирамидировать. То есть в одном генотипе собрать несколько генов устойчивости, чтобы патоген не преодолел эту устойчивость. 2-3 гена. Берем, например, какой-то стандартный сорт с характеристиками хозяйственными, скрещиваем стандартным методом с донорами устойчивости, с тремя, например, это разные линии. Потом мы скрещиваем между собой, в каждом этапе мы с помощью ПЦР-метода отбираем образцы, которые этот ген содержит, искомый ген, который нас интересует. Именно в данной комнате, где мы сейчас находимся, мы занимаемся тем, что выделяем ДНК образцов, которые у нас взяты в работу. После того, как мы выделили наше ДНК, определили его концентрацию, мы переходим в эту комнату. Эта комната у нас есть амплификатор. С помощью амплификатора мы получаем копию этого гена и будем инфицировать наличие и отсутствие этого гена. Также в этой работе у нас применяет участие аппарат для высокоскоростного генотипирования на планшетной основе. Мы выделили ДНК, и мы здесь просто определяем, есть в этом образце нам нужный искомый ген или нет. Это амплификатор, это по аналогии, но в данном аппарате на планшетной основе. У нас планшеты загружаются в ячейки, в ячейках тот же самый почти процесс, только мы сразу загружаем, например, и здесь 96 образцов, и здесь, но там сразу, например, можно на 96 генов сделать анализ. Про это я слышал, он больше 1000 евро стоит. Загрузили образец, его поставили. Да, здесь такой же процесс происходит амплификация. Мы вытаскиваем нашу плашку, вставляем наш сканер. И он нам потом говорит устойчивую болезнь. Ну вот прямо в данной работе, которую мы в данный момент делаем, это как раз мы идентифицируем локусы устойчивости к болезням. Этот кабинет у нас кабинета сиквенса, то есть мы здесь занимаемся секвенированием. Это мы считываем последовательности наших генов. Это я слово знаю. Это я слово знаю. Это наш капиллярный секвенатор, вон там стоит маленький планшетный оксфорд на напоровский. Например, мы идентифицируем новый ген устойчивости. Мы можем прочитать его буквенную последовательность этого гена, ну как бы вписать его в каталоге и так далее. Или мы можем на томом секвенаторе сделать полногеномный секвенс, знать последовательность всей букв, всего растения, или там линии, сорты, как нам удобно. С животными то же самое можно делать. Без разницы с чем, но как бы... Прикольно. Про прибриндинг поговорим. Прибриндинг. Это? По-русски. Предселекционный процесс. Мы получаем образцы, доноры устойчивости, там линии, которые селекционер потом далее может взять в работу, использовать в своих там изысканиях. Сельхозпроизводитель с помощью ПЦР-метода может идентифицировать сорта, линии, которые он у себя производит. Они соответствуют ли тому, что он производит? Или при продаже, покупке делать паспорта генетические на своей продукционной цели? То есть польза ПЦР-метода для сельхозпроизводителя, когда он покупает семена, он может проверить. Берет эталон. Если даже не эталон, как бы, если есть паспорт, он берет просто паспорт, берет этот семена. Что такое паспорт? Генетический паспорт. Нет уже, вот по факту же нету. Ну по факту нет, он тогда может обратиться к селекционеру, который ему даст 50 семян стандартного варианта, выделите с него ДНК, у того, кого купили семена, выделяйте, параллельно ставите, и можно сказать, это то или не то. ПЦР- это Решфурция полимеразного цепная реакция. Сейчас мы находимся в комнате, это хроматография жидкостная и газовая. Это один из методов испытания проб, это самое различных, жидкостных. У нас есть такие приборы, которые позволяют это сделать, это осуществить в жизни эти методы. Это газовая хроматография, я ее сейчас покажу. Прибор фирмы Thermoscientific Fisher, это американская фирма. Он позволяет определить одну молекулу из 10 в 12 степени, 10 в 14 степени. То есть это очень высокая чувствительность. И, естественно, большие возможности, которые может дать этот прибор. Это прибор фирмы Edgering Technologies, тоже это американский газовый, это хроматограф, простой. То есть принцип его работы, если мы имеем стандарты каких-то веществ, мы вводим, идентифицируем за это вещество количественно. Это уже для количественного анализа. Вот этот прибор позволяет идентифицировать неизвестные вещества. У него внутри есть в памяти большая библиотека. Хроматографа тоже американской фирмы Edgering Technologies приборы. Это Edgering 1270. Это жидкостные, да? Это жидкостные хроматографы. В принципе, они отличаются тем, разные субстанции это сама разгоняет и проходит. В принципе, и те, и те. Эти тоже для... А сколько их всего у вас? У нас всего 5 хроматографов. Это по типу аппарата сакслета. Вот он, это работает на 6 позиций и на 4 есть аппараты сакслетом. Это система пробоподготовки АСЕ. То есть из разных проб, почвы, растений и иных, воздуха, смотря каким образом готовить. Это извлекается... Это вещество, это раствор. И вот это вакуумный, вакуумный испаритель. Здесь, в принципе, пробы высушиваются, освобождаются от воды. Это несколько не из той серии. Это тетрадь. Это тетрадь. Это тетрадь. Это определение воды по методу Фишера здесь. Спектрофотометры японской фирмы Шимадзу с проточной кюветой, без проточной кюветы. Это все спектрометры, получается? Это два спектрометра. Это спектрофотометр для определения в эмиссионном режиме калий-натрий, кальций-магний. Вот сюда. То есть, если грубо... Это спеколы у нас были, это аналоги. Но тут очень это расширенные возможности. Вот это само ультрафиолетовый. От 190 нанометров до 900. Они могут измерять. Это растворы. Для чего это нужно? Мы находим концентрации тех или иных веществ. И здесь наши. Вот, в принципе, наши кванты. Квант 2 МТ-З. Они, в общем, не уступают по характеристикам западным приборам. Хотя по цене гораздо дешевле. Потому мы остановили выбор на некоторых приборах самоотечественных. Вот это два пламенных спектрофотометра. Да, для чего они нужны? Это известно, что атомы любых веществ при возбуждении могут излучать или поглощать фотоны. Есть природная и техногенная радиоактивность. Всех веществ, предметов, зерна, хлеба. Есть тарамки, которые допустимы, которые недопустимы. Эти нормы позволяют определить в пробах альфа-излучение, ой, бета-излучение и гамма-излучение. Это вот гамма-излучение замеряет, это бета, да? Ну и всякие, это самообъекты сопоставляются с теми нормами, которые есть. И это самоопределяется, то или иное их применимость, использование и так далее. Апсула весит где-то килограмм 208. Сколько? 208. Вот вы можете ее прокатить, это ради интереса и почувствовать ее матчей. Она из чего такая? Это оболочка свинцовая, туда сосуд ставится вот такой, в сосуд закладывается, это самообразец маринелли. Вот так ставится и мерится, допустим, там час, два или день. Излучение. Или два излучения, чтобы получить ясную картину. Чем дольше идет экспозиция пробы, тем более четкий, достоверный результат получается. Друзья, мы сегодня были в Немчиновке. Это реально крутое место, которое находится в Сколтехе. И это огромный научный кластер в части семеноводства, в части лабораторий. Да, нам еще не все понятно. Нам понятно все в части сортов, в части семян. Но непонятно в части лабораторий. Мы еще вернемся сюда чуть позже. Посмотрим сортоиспытательные участки. Посмотрим еще раз лаборатория. И ждите выпуска. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...